Добрый вечер, друзья и коллеги! Ну что, начнем допрос с пристрастием? Меня так просили ответить на некоторые вопросы, что я решил сегодняшнюю стену Сосновского провести просто у стены. Я буду стоять у стены, а вы будете задавать вопросы. Точнее так, я выбрал уже кое-какие вопросы, которые вас интересуют, которые я нашел в комментариях, и я попробую на эти вопросы коротко, в телеграфном стиле, ну, все-таки ответить. Ну и, конечно, я вам обещал, у вас очень много вопросов, которые касаются меня лично, хотя я не люблю отвечать на личные вопросы, но раз обещал, то отвечу. Итак, начинаем. Я выбрал несколько вопросов, которые мне показались интересными, но вот один из вопросов такой, или один из комментариев такой, мне пишут, немцы сами хотят втянуться в войну. Ну, я понимаю, конечно, подобного рода мнение имеет право на жизнь. Многие из тех, кто не живут в Германии или не были в Германии, не имеют в Германии какого-то особого отношения, они, наверное, так и считают, что Германия – это вот та самая фашистская страна, и вот немцы, которые живут в этой стране, они прям так и думают, чтобы втянуться в войну. Я, может быть, вас разочарую, но на самом деле жизнь-то она намного сложнее, чем заголовки в газетах и в некоторых телеграм-каналах. Да, конечно, в Германии есть люди, которые хотели бы, наверное, какого-то реванша. Их называют поэтому реваншисты. Но если я вам расскажу о том, что же думает большинство населения, общества в Германии, вас это, наверное, сильно удивит. Но не хотят они войны. Конечно же, они не хотят войны. Надо очень четко различать, делать вот это, знаете, проводить такую границу, такой барьер между тем, что говорится в общественном пространстве и тем, что думают или о чем думают нормальные люди. Я вообще не собираюсь никого за что-то вербовать, голосовать, считать, что немцы хорошие. Как вы считаете, так и будет. Это ваше личное мнение. Я в этом плане, у меня очень четко есть такая позиция. Я не люблю, когда мне навязывают чье-то мнение и ужасно не люблю навязывать свое мнение. Я его высказываю свое мнение. Ну а будете вы его использовать или будете его воспринимать и будете считать его правильным. Это ваше личное дело. Более того, это будет абсолютно глупо и неправильно, если я вот скажу что-то и все 100% комментариев будут, о, доктор Сосновский, он вот у нас провидит, он сказал правду. Ну это все полная глупость, конечно. Я имею право точно так же ошибаться, как любой из вас. Поэтому давайте будем рассматривать то, что я говорю, не мнение какого-то знатока, который вот высказывает безапелляционно то, что он считает нужным и вот это и есть правильно. Нет. Я высказываю свое мнение, свою версию, скорее, пожалуй, как психотерапевт. То есть я рассматриваю что-то, ну считайте такой вот доктор Фрейд, который сидит рядом с вами на кушетке, внимательно слушает, о чем вы говорите, а потом высказывает какое-то мнение или свое какое-то вот ощущение. А вы уже сами воспринимаете. Да, нет. Потом вы выходите из кабинета доктора и говорите, вот к этому доктору я приду опять, мне понравилось то, что он говорит. А кто-то выйдет и скажет, да, я к нему больше никогда не приду, это вообще полная глупость. Оба мнения я респектирую, я уважаю. Можете и так, и так. Возвращаемся к вопросу. Хотят ли, обычно говорят, хотят ли русские войны, но теперь вопрос сформулирован, хотят ли немцы войны. Нет, немцы войны не хотят. Иногда эта денацификация проводилась чисто формально. А людей возили в концлагеря, где они могли посмотреть и увидеть все те ужасы и страхи этих фабрик смерти, как называют еще иногда концлагеря. Но очень часто это было действительно формально. Людей записывали, ну вот вы проходите период денацификации, потом проходило какое-то время, и там ставили просто птичку, прослушал какой-то курс, вот все это закончено, человек денацифицирован. И вот это называлось денацификация. И если говорить о 15 миллионах приблизительно членов НСДАП, это не только Германия, это еще и европейские страны, где тоже были эти партии, отделения этой партии, то по всем данным денацифицировано было, ну максимум 1% от этого, 10% от этого всего сообщества. То есть порядка полутора миллионов было денацифицировано. А остальные проходили денацификацию, так сказать, в процессе жизни. Но тут нужно понимать, что когда Германия была разделена между победителями на 4 зоны, с одной стороны это советская зона, это то, что потом стало германской демократической республикой, с другой стороны Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Какая Франция была победителем, это отдельный вопрос. То есть это просто Сталин решил подарить им вот это право быть победителем. Они за это отблагодарили, конечно, и Советский Союз, в кавычках, отблагодарили, и теперь Россию благодарят за это. Так же, как, впрочем, и многие в Германии. И вот там в школьные программы включались различные системы обучения, которые рассказывали о денацификации, о том, что это плохо. Были изменены часть законов, в которых изъяли расовые различные такие факторы, которые там кого-то нельзя было устроить на работу, кому-то что-то было запрещено. Ну, в основном это касалось, конечно, евреев, цыган, людей с определенными увечьями. Так что чисто расовые законы, они достаточно всем известны. Но всю Западную Германию строили бывшие нацисты. Большая часть судей, большая часть юридических организаций были заполнены теми, кто в прошлом был членом НСДАП. По разным подсчетам от 60 до 80% этих постов занимали люди, бывшие в НСДАП, и даже занимавшие определенные должности. То есть, представляете, вот в Демократической Республике, ну, Федеративная Республика Германия, Западная Германия, вы приходите в какой-то суд, там кого-то судят, а во главе сидит судья, у которого прошлое члены НСДАП. Да, такое было. Но вот считается, что Западная Германия себя деноцифицировала. Деноцифицировала ли она себя полностью? Я в этом не совсем уверен. Скорее всего, вот была подавлена вот эта верхняя часть, когда люди стали бояться говорить о чем-то, что могло было на них бросить тень, а вот эти люди есть нацистами. Поэтому деноцификация, как таковая, по моему ощущению, она не была проведена в полной мере, и, конечно, определенная часть вот этого нацистского прошлого, она осталась. Ну и плюс к этому, конечно, в каждой семье был кто-то, кто воевал на Западном фронте, на Восточном фронте, кто принимал участие в различных карательных операциях. Тяжело заставить людей, чтобы они ненавидели своих дедов, прадедов, отцов. Ну, наверное, не мне судить, нам бы этого очень хотелось, но вот оно есть так, как оно есть. Но сегодняшняя часть немецкого населения, которая выросла и которая вышла вот из этой Западной Германии, потом уже Объединенной Германии, она, конечно, не хочет воевать. Да, они могут помнить о своем прошлом. Наверное, где-то внутри есть зарубочка. Вот Красная Армия нас тогда покоцала. Неплохо было бы как-нибудь это вернуть обратно. Наверняка это есть. Но вот та общая масса людей, с которыми вот я, допустим, общаюсь, это и журналисты, это и экономисты, это банкиры, это нормальные, это мои соседи, в конце концов, с которыми я общаюсь постоянно, это мои товарищи по спортивному футбольному клубу. Я много лет играл, ну сейчас меньше уже, много лет играл в различных футбольных немецких командах. В одной немецкой команде я был единственным экзотом. Такой вот, знаете, такой русский еврей, который притворяется немцами, играет в футбольной команде вместе с немцами. Прекрасно мне с ними игралось. Они были моими настоящими камерадами, настоящими друзьями. Да, у многих из них были какие-то правые взгляды. А что у нас, у русских, мы когда играем в одной команде или где-то встречаемся, рядом со мной не может сидеть какой-нибудь антисемит или человек, у которого правые взгляды? То есть это все неизменно. Потом я играл в футбольной команде, в которой были турки, югославы, сербы, немцы. Вот я там тоже играл. Но это вообще была команда такая сборная. Прекрасно мы с этой командой играли, все себя прекрасно чувствовали. И, конечно, говорить вот сейчас, если я скажу, что эти люди очень хотели бы вот втянуться в войну с Россией, это неправда. Поэтому я очень часто спорю с моим близким другом, с моим учителем Владимиром Соловьевым. У меня с ним очень близкие отношения. Я очень ценю наши отношения. Я ему обязан очень многим в плане моего профессионального творчества на телевидении. Но, тем не менее, я с ним спорю. Я позволяю себе с ним спорить. И он с удовольствием идет на эти споры. И мы спорим. Очень часто это выглядит для окружающих страшно. Потому что, ну, горячие парни, такие горячие еврейские парни, я моментально вспыхиваю, стараюсь держаться в рамках. Володя вспыхивает, стараться держаться в рамках. Но мы спорим на эти темы. Мы спорим на эти темы, потому что я против того, чтобы бомбили мирные города. Я против того, когда говорят, вот, надо разбомбить Берлин. Я против того, чтобы говорить, вот, вот, немцы, вот, как бы, все, они и есть виновны во всем. Это неправильно. Поэтому я сторонник придерживаться, очень долго отвечая на этот вопрос, но он важен, этот вопрос. Я сторонник придерживаться такой точки зрения. Есть разные люди, есть разные государства. В том государстве, в котором я сейчас живу, в Германии, есть правительство, которое, к сожалению, ведет политику действительно такого военизированного, милитаристского плана. Многие из тех, кто находится на самом верху этой карьерной лестницы, та же самая Бербок, тот же самый Шольц, тот же самый Хабек, они открыто высказываются фактически в пользу войны. Говорят, как бы, о мире, но на самом деле преследуют цели войны. Да, эти люди, наверное, хотели бы воевать, но об этом можно говорить отдельно. А что касается в целом населения, нет. И ответ на этот вопрос, на самом деле, в Тюринге и в Саксонии, а 22-го числа будет этот ответ данный в Бранденбурге. Люди выбирают те партии, которые против войны. Поэтому, закрываясь на этой теме, скажу так, нет, в Германии немцы не хотят воевать. Не воспринимайте политику или не идентифицируйте политику правительства с тем, что думает население и думает общество. Ну, следующий вопрос, который очень схож с этим. Я не верю Шольцу. И я не верю Шольцу. Собственно говоря, на этот вопрос больше нечего отвечать. Мы не верим Шольцу. Хорошо бы, что он это услышал. Ну, следующий вопрос посмотрим. Вот интересный комментарий написали. Говорить о ядерных ударах могут только предатели. Я не знаю, что имел в виду автор, кого он имел в виду под предателями. Ну, или меня, может быть, имел в виду, или в целом говорил о том, что вот кто говорит о ядерных ударах, то этот человек предатель. Нет. Говорить можно и нужно обо всем. Тот, кто не говорит, тот загоняет болезнь внутрь себя. Мы же не хотим болеть. Мы хотим, чтобы наша жизнь была нормальной. Поэтому, естественно, мы обсуждаем все темы, даже которые кажутся многим запретными. Что значит не говорить о ядерных ударах? Я не говорю и никогда не говорил о том, что Россия должна нанести ядерный удар. И если вы смотрели и смотрите мое участие в программах Владимира Соловьева, я больше ни на какие другие программы не хожу. Я очень избирателен в своем присутствии в профессиональном журналистском пуле. Я всегда выступал за то, что ядерный удар, это, наверное, возможно только в случае, вот если вот уже началась она, эта большая стратегическая война, и нужно просто защищать страну. Тогда, наверное, это да. А когда говорим о ядерном ударе, как раз я подразумеваю, не Россия хочет ядерный удар. Россия, наоборот, многократно, в России и Путин, и другие политики, ну, некоторые высказывали за, но общая часть говорит, да нет, мы против ядерного удара. Во-первых, у нас есть другие средства. А во-вторых, к чему это приведет? Приведет к тому, что в течение нескольких следующих минут начнется большая война, и на этом все закончится. О ядерном ударе я говорил, и говорю только с той точки зрения, что то, что сейчас делает Запад, то, что сейчас делает Украина, это как раз и есть попытка вынудить Россию ответить ядерным ударом, тактическим ядерным ударом. Именно это, это провокация. Надо правильно слушать, ну, не то, что я говорю, а, по крайней мере, то, что я объясняю с моей точки зрения журналиста. Я расцениваю, и говорил это в одной из своих программ, что если поставят ракеты дальнобойные для Ф-16, то не для того, чтобы просто поразить какие-то цели, расположенные далеко в глубине России. Нет. Это просто для того, чтобы заставить российское руководство пойти на крайние меры и использовать ядерное оружие для ответного удара. Им это нужно. А для чего им это нужно? Для того, чтобы, во-первых, если Россия нанесет такой тактический ядерный удар, это не значит, что Запад немедленно ответит. Скорее всего, они не ответят. Они не захотят этого делать. Но они понимают, что использование ядерного оружия приведет к тому, что от страны, которая первая это использовала, отвернутся даже самые близкие союзники и партнеры. Что касается России, имеется в виду, в первую очередь, Китай и Индия. Может быть, даже Иран. Поэтому, конечно же, это провокация, которая, повторюсь еще раз, направлена на то, чтобы заставить Россию нанести тактический удар. Может быть, маленьким каким-то зарядом, совсем уж небольшим. Но этого может оказаться достаточным для того, чтобы вот этот круг друзей, союзников, Россия, Китай, Индия, Иран, может быть, другие какие-то страны, чтобы этот союз, он стал расходиться в разные стороны. Потому что никто не хочет стать в ряд с теми, кто использует ядерное оружие. Все будут бояться за свою страну, за себя, будут бояться за последствия, не только физические последствия, но и экономические в виде различных санкций. Так что вопрос этот, еще раз я повторю, предатель, наверное, тот, кто ничего не говорит про серьезные вопросы. Потому что нормальный человек, он всегда все проговаривает. Если вы о чем-то не говорите, это не значит, что этой проблемы не существует. Ну, тут вот интересный вопрос. Кто-то, кто по всей вероятности относится с большим уважением ко мне, я надеюсь, что таких большинство написало. Чего вы выпрашиваете лайки? Мы и так вас уважаем. Я не сомневаюсь, дорогие друзья, что вы меня уважаете, но все-таки поставьте лайки и подпишитесь на мой канал. Я не выпрашиваю, я просто вам намекаю, для того, чтобы этот канал, на котором вы сейчас меня смотрите, чтобы он мог жить. Для того, чтобы этот канал жил, так устроены алгоритмы на Ютубе, так все это устроено. Если этот канал не получает поддержки от зрителей, если не растет количество подписчиков, если люди ставят мало лайек, я люблю говорить лайек, я такой собачник, поэтому у меня все перекручивается на лайки, то если этого не происходит, то и Ютуб начинает прикручивать этот канал, он не дает его в рекомендациях, и соответственно, меньшее количество людей могут тогда этот канал смотреть. Поэтому расценивает это не как просьбу, я вот прошу, поставьте лайечку, мне просто важно, чтобы там было какое-то количество лайечек. Это важно для того, чтобы этот канал развивался. Я же вижу, как растет количество просмотров на моем канале, как растет количество подписчиков. Я понимаю, что многим это интересно, многие хотят, чтобы вот в таком плане, в таком духе велась беседа. А вы ведь видите, я не веду с вами политпропаганду, я не веду какую-то политинформацию, я вас не учу, я не рассказываю вам про новости. Я психотерапевт, я стараюсь с вами разговаривать, я говорю то, что я ощущаю, и то, что я думаю. Мне хочется, чтобы вас было больше, и чтобы этот канал развивался. Поэтому, как кто-то там написал, не скупитесь, ставьте лайки и подписывайтесь. А сейчас перейдем к следующему вопросу. Ну вот интересный вопрос. Меня спрашивают, почему вы против переговоров? Ну, имеется в виду переговоры Украины и России. Во-первых, кто сказал, что против? Я ни разу в своих высказываниях не использовал слово против. Я всегда говорил о том, какие и кто ведет переговоры. Я говорил, Россия против. Потому что, если мы вернемся сейчас к самой теме, то мы должны понимать, что здесь существует несколько моментов. Первое. Во-первых, в переговорах заинтересован обычно всегда тот, кто проигрывает. Ну, так устроена военная наука, и так это происходит. Одновременно мало, когда, мало, в каких случаях войны заканчивались тем, что одновременно два противника садились за стол по собственному желанию и говорили в одно и то же время давай переговариваться. Нет. Обычно это исходит от посредников или это предложение исходит от посредников или предложение исходит от той стороны, которая проигрывает. Та сторона, которая проигрывает, она предлагает переговоры. Та сторона, которая выигрывает, она может эти переговоры принять, использовать, она может потребовать полной капитуляции, сказать никаких переговоров, сдавайся и шлюз. Ну или может со своей стороны что-то предложить. Но что касается Украины и России, здесь вопрос очень простой. Господин Зеленский, как многие любят меня поправлять, нелегитимный президент Украины, достаточно давно предложил свою формулу мира. И на этой формуле мира он хотел бы проводить переговоры. Формула мира очень проста. Я ее повторять полностью не буду, но смысл ее такой. Отдайте нам Крым, вернитесь все на границе 91-го года. Луганск, Донецк – это все наше. И вот на этом давайте мы теперь договоримся. Ну, я думаю, что, наверное, только полный имбецил может подумать, что Россия согласилась бы или согласится на подобного рода предложение. Ну, конечно, все в жизни бывает. Никогда не говори никогда. Но в данном случае предложение от господина Зеленского по его мирной формуле. А давайте мы все соберемся и решим, что Россия проиграла в то время, когда Россия выигрывает. Да, мы же реально видим ситуацию, которая происходит на Донбассе, ситуацию, которая происходит на Луганщине. Да, у нас есть с Курском проблемы. Действительно, они есть. Но тут уже эксперты высказали с разных колеров, которые говорят, что на ход военных действий это не оказало никакого решающего влияния. Да, такая авантюра, которая принесла много жертв, в первую очередь, Украине, которая доставила, естественно, серьезные проблемы и неприятности жителям, которые там живут. И, к сожалению, погибли люди. Это все есть. Но это никак не меняет хода войны. И понятно, что разговоры, которые ведутся на Западе, Украина должна победить или Украина не может проиграть. Но это разговоры, знаете, это разговоры слепого с глухим. Ну, о чем можно тут говорить, когда все изначально понятно? Ну, первое, если говорить по Крыму, то к этому вопросу возвращаться очень сложно, если даже уже большинство стран западных уже не выставляют таких требований, а верните Крым, Украине, тогда будем говорить. Ну, что касается Донецка и Луганска, ну, после того, что были приняты решения о включении их в состав России, говорить о чем-то другом тоже абсолютно бесполезно. Каким образом Зеленский может ставить эти требования к России и ожидать, что Россия пойдет на эти мирные переговоры? Даже вот тот самый мирный форум, который они провели в Швейцарии, смешной форум, на который большая часть серьезных лидеров мировых не приехала, включая, кстати, и Папу Римского, которого уж так пытались на него надавить, чтобы он обязательно туда приехал и осветил своим присутствием переговоры, эту конференцию. Этого не произошло. И я думаю, что этого не будет. Поэтому смысл в этом такой. Переговоры, конечно же, могут быть. Любая война, как я уже сказал, заканчивается либо капитуляцией, либо переговорами. Они должны, условия для этого должны созреть, они должны быть достаточно реальными. Была у Украины реальная возможность в Стамбуле, вы помните, фактически два года тому назад, когда в Стамбуле можно было подписать мир на определенных условиях, которые сегодня бы, наверное, Украина устроила на 100%. Украина с подачи Великобритании, с подачи Соединенных Штатов Америки отказалась тогда от подписания этого договора. Стамбульские соглашения остались лежать на столе. Ну и все. А сейчас ситуация совершенно другая. Поэтому, когда я говорю, Россия откажется, Россия, несомненно, откажется. Россия не пойдет на предложение Зеленского, потому что они просто глупы. Это не предложение, а это просто такое вот надутое самомнение нелегитимного президента Зеленского о том, как все должно выглядеть. Если оно и может выглядеть в виде каких-то переговоров, то, наверное, все это будет построено совершенно по другим принципам. И тогда уже можно будет всерьез говорить о том, что да, наверное, как-то это может выглядеть. Пока это не так. Вот Песков недавно отвечал на этот вопрос, сказал нет. Хотя Владимир Путин не отказывается от переговоров. Он говорит, мы за то, мы за мир, мы вообще не хотим всего этого ввести. Но вот такая ситуация. Мы защищаем наши земли, мы защищаем наши людей. Нас вынудили. НАТО, в конце концов, подвинулась настолько к границам России, что, в общем-то, принятие Украины, а это было уже последним таким сигналом для России, что надо освобождать свои земли и дальше уже двигаться и отступать некуда. Ну вот оно так и произошло. Поэтому сейчас я бы сказал так. Пусть в Киеве решат вопрос, во-первых, со своей властью. Пусть они определятся в том, насколько эта власть легитимна. Пусть они решат для себя, могут ли они действительно еще представлять весь украинский народ. У меня лично в этом есть сомнения. Но опять повторюсь, это мое личное мнение. Когда наступит время переговоров, и это будет зрелым, зрелым это время будет, и будут соответствующие условия, будет понятно, что есть с кем вести переговоры. На сегодня России не с кем вести переговоры. Понятно, что в любом случае эти переговоры должны вестись между Россией и Соединенными Штатами Америки. Но ребята, которые сидят в Вашингтоне, они не очень хотят выходить на первый план и формально двигают вперед Киев. А с кем в Киеве? Зеленским? Он не избранный президент. Ну кто там еще может быть? Там больше никого нет. Поэтому пусть вначале в Киеве решат свои внутренние проблемы, решат, кто у них головный, подумают, за кого они и с кем они. Пусть они определятся, что они собираются делать своим собственным народом. А потом уже можно будет говорить о переговорах. А пока это не я против переговоров, а это в первую очередь Украина и Соединенные Штаты против них. Им нужна война, а не переговоры. Иначе бы уже два года тому назад все было подписано в Стамбуле. Еще один интересный вопрос. Мне кто-то в комментариях написал, вот доктор Сосновский, вы за мир или вы посередине? Это, что называется, такой вопрос, на который ответ может быть только один. Я не знаю никого, кто сказал бы, что я за войну. Конечно же, за мир. И дело не в том, что посередине. Дело в том, что каждый нормальный здравомыслящий человек должен думать не заголовками газет и не заголовками различных постов в телеграм-каналах. Если вы будете читать телеграм-каналы, которые за войну, вы будете говорить только за войну. Если вы будете читать телеграм-каналы, которые говорят за мир и за переговоры, вы будете за переговоры. У вас должно быть свое мнение знаете старый такой анекдот старая такая байка я люблю рассказывать про бисмарка однажды к железному канцлеру обратились и спросили сказали ему так что господин канцлер а вот что самое важное на войне чтобы победить канцлер глотнул чайку и сказал самое важное на войне это не многословие и стал после этого листать различные новостные ленты тот слова 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 словесный понос который мы читаем в телеграм-каналах с различными оценками с инсайдами какие-то конечно это абсолютно такое месиво из информации в котором часть полуправды часть правды часть лжи часть фейков очень тяжело человеку искреннему несведущему во всех этих делах во всем этом разобраться поэтому я просто рекомендую уже как психотерапевт дозируйте свою информацию не читайте все телеграм-каналы и все новости подряд выберите для себя несколько которым вы доверяете но выберите и тех несколько которым вы не доверяете читайте так называемые плохие тоже вы должны иметь возможность сравнивать не читайте только одно то есть если вы будете только кушать халву во всегда во рту будет сладко а если кроме халвы вы еще закусите красным перчиком чили то вы почувствуете вот эту остроту вкуса вы почувствуете тут сладкое тут горькое тут кислое точно так же с новостями берите понемножку там там читайте а потом спокойно садитесь вечером или утром когда хотите и все это продумываете и делайте свои выводы не позволяйте никому чтобы на вас давили своим авторитетом своим мнением создание своего собственного мнения о том что сейчас происходит в мире для вас вообще не должно быть никаких авторитетов не сосновский это уже вообще там сосновский кто такой сосновский ну рассказывая если у меня там 120 или 130 тысяч подписчиков ну и все не какие-то государственные лидеры или деятели это все такие же люди как и мы у них есть свои задачи у них есть свои источники которые они используют и ко всему что говорится в мире что сказал трамп что сказал зеленский что сказал папа римский воспринимайте это как обыкновенные слова обыкновенного человека не позволяйте чтобы это оказывало на вас давлеющее такое влияние под которым вы прочитал это это же стали бы точно такого же мнения сохраняйте свое самостоятельность свою независимость свою целомудренность тогда вам будет легче в чем-то разбираться признаюсь это нелегко и в него нелегко очень часто подпадаю под влияние вот тому я симпатизирую верю ему больше а этот у меня там вызывает тащить какое-то неприятное ощущение вот не нравится мне свет скажем его там пиджака какой-то условный я ему не верю и поэтому это переносится на то что он говорит это плохо с этим можно и нужно бороться но поэтому задавать говорить вопрос вы замерли вы посередине ну что значит посередине или вы за мир я за справедливость и и возвращаясь еще раз к этому вопросу вы замер или вы посередине вот буквально в этих на этих днях было несколько интересных событий в частности отмечался юбилей бородинской битвы и я вдруг вспомнил что ровно 50 лет тому назад это было как раз вот в эти в август в конце августа 1974 года я приносил мою воинскую присягу ну с трудом верится но действительно прошло уже 50 лет я тогда достаточно молодой салуба солдат после учебки приносил присягу и это присяга проходила в москве в музее революции я служил в особой военной части у меня была достаточно серьезная такая служба но об этом наверно потом вы услышите в монологе отдельном и я очень это оценил и вот мы когда принесли присягу у нас там был я уже не помню сколько там у нас было даже не рота было несколько взводов которые приносили присягу после этого мы с троевым шагом и к бородинской панораме в москве и там нам рассказывали о героизме и о подвигах русского солдата так что я солдат я вам обещал немного рассказать о себе я не хочу тоже много времени на это тратить вы сегодня посмотрите замечательный ну если мне кажется замечательный фильм который называется монолог который свое время сделали года три или четыре тому назад сделали мои коллеги на соловьев life они выпустили такой цикл программ который назывался монолог и там выступали или с монологом выступали эксперты журналисты те люди которые имели и имеют отношение к соловьев life я был в числе первых с кем был правил с кем было проведено это интервью спасибо большое коллегам они мне позволили этот монолог в полном объеме использовать послушайте его может быть вам будет интересно там многие ответы на вопросы которые касаются меня ну а от себя несколько мне часто задают вопрос а что это у вас за значок там уже кто-то мне там приделывал а у вас там фашистский крест а у вас там и дальвиз какой-то с ума сходить не нужно это значок это значок ордена святого георгия который вручается в одной из европейских стран тем людям которых возводят в звание рыцаря я в одной из таких стран удостоился это да действительно получил звание рыцаря и получил значок ордена святого георгия святой георгий на нем кстати изображен георгий с копьем на на коне с копьем поражающие как вы знаете неприятеля поэтому это абсолютно наш смысл абсолютно наш значок ну только что сделан в виде креста на котором есть это изображение ну вот так вот так что я вам рассказал про этот значок поэтому ничего не выдумывайте абсолютно наше значение святой георгий то есть такое чисто солдатское чисто такое военное значение но немножко рыцарского еще задают мне вопросы на сколько вам лет и как вы поддержите свою физическую форму лет мне много недостаточно скоро исполнится 69 лет ну потому как я вам рассказывал о своей присяге вы конечно уже сообразили что если 50 лет тому назад была присяга то я в армии пошел как минимум 18 а мне было там уже восемнадцать с половиной когда давал присягу так что лет мне уже достаточно много гордиться тот и нечем но меня это радует в каждом возрасте есть своя прелесть ну что касается моей физической форме формы то вот здесь я тоже обязан этому моей армии у меня была очень военная спортивная служба которая заставляла меня много бегать стрелять участвовать в различных операциях по уничтожению десант на против десанта противника и когда я когда я потом ну как вы уже поняли я служил в москве это была такая особая часть 74 год я был призван когда я потом вернулся на гражданку то я по привычке продолжил свои физические занятия но иногда с перерывами был период когда и с весом у меня были гигантские проблемы но с тех пор в общем то для меня стандартный утренний бег силовые упражнения я занимался свое время когда был совсем молодым борьбой и велоспортом это продолжается до сих пор играю футбол обливаясь холодной водой с большим удовольствием ну пробежать на сегодняшний момент марафон не пробовал ну 10-15 километров километров пробегаю легко думаю что и пол марафона достаточно легко пробегу но не быстро я не стараюсь обогнать всех ну вот поддерживаю себя в форме без спорта жить просто не могу в еде себя не ограничиваю единственное у меня только есть одно условие у меня всегда есть дома напольные весы поэтому если я вижу что я перебрал на пол килограмма то следующим утром я уже должен пробежать на пару километров больше ну а вообще кто хочет тот может совершенно спокойно приобрести мою книгу которая называется 30 советов от доктора о предисловии написал кстати замечательный александр масняков там очень подробно есть о моей системе и собственно говоря вот это что касается лично меня не задают очень часто вопросы есть куча таких недоброжелателей которые говорят да он же там автомеханик он вообще там никто вообще какой он там доктор да я действительно автомеханик я действительно когда закончил свою школу я работал у меня была такая работа работа я работал автослесарем я бы чем достаточно высокого разряда даже сказать так автоэлектриком я поступил на автомеханический факультет института но было это в киеве очень давно потом меня была армия потом после армии я свое инженерное образование доводил до конца это уже было в москве потом я закончил экономические вуз и получил диплом университета как экономист я нормальный был советский человек я не такой как нынешние сегодняшние которые рассказывают а вот он должен был родиться доктором тогда он стал доктором мне интересна психотерапия но мне не очень было интересно заниматься теми пациентами которые ко мне приходили это было не совсем так как у доктора фрейда то есть приходили люди совершенно другого плана там приходил допустим какой-нибудь педофил которому нужна была справка о том что он психически нормальный но мне это не доставляло большого удовольствия заниматься такой работой но что касается моей журналистской работы то здесь все достаточно просто писал я давно а когда приехал в германию я вначале руководил организацией которая оказывала помощь бывшим советским гражданам которые оказались за рубежом а потом участок и грустный такой момент потом жизнь меня свела с квн с александра васильевича маслякова но как вы знаете вот буквально на днях он к сожалению умер после тяжелой болезни это для меня лично большая потеря мы очень много лет десятилетий были знакомы и дружны я был одним из создателей международного квн а мы проводили совместные игры в берлине в тель-авиве в нью-йорке в москве это абсолютно часть моей жизни с масляковыми с его семьей меня очень много связывало это смерть маслякова это моя такая личная потеря которая очень горько и очень болит ну вот так что все это мы уже прошли сейчас я вам предлагаю посмотреть фильм монолог он небольшой там по моему 14-15 минут в нем в этом монологе в этом фильме я отвечаю на вопросы которые мне задают вопросы очень интересные отвечал я на них достаточно искренне как мне кажется надеюсь что это вам придется по душе но на этом я думаю наверное сегодняшний вечер вопросов и ответов допроса с пристрастием и заканчиваем я желаю вам хорошего просмотра а увидимся как всегда ровно через неделю в субботу в 19.00 пока у меня никогда нету у меня никогда нету сомнения в том что я скажу то что я захочу сказать я шел в армию с большим чувством биться за правду буквально под окнами дома где мы жили готовился погром и где-то через семь-восемь минут без предупреждений тушился свет я могу спокойно жить немца могу спокойно жить русским хотя наверно жизнь пошла бы другим путем служил в москве призвали меня 18-летним мальчиком ну не мальчиком я-то считал себя мужчина я карме себя готовил то есть я был полностью готов физически и ментально военно поэтому для меня армия было не нечто что-то ненужное а я шел в армию с большим чувством днем мы иногда охраняли спецобъект который называется ставкой сталина а все остальное время нас учили частично разгонять демонстрации частично уничтожать десант противника по сей день не армия часто снится я иногда жалею что я после армии не пошел мне предлагали пойти в альфу тогда только создавалась хотя наверно жизнь пошла бы другим путем во первых я всегда хотел биться за правду было такое было такое ощущение в начале детская потом наверное юношеская действительно это было абсолютно искренне а ну а потом действительно это был драйв то есть просто понимание того что я вот я могу быть вот такой был молодой такой горячий но сейчас наверно по-другому все это оценивал бы может быть не так а тогда действительно было так самые страшные воспоминания тех времен я видел как погибли ребята которые присутствовали при пробном взрыве химического заряда погибли по своей глупости потому что как всегда где-то не так одели хим защиту смертом наступает мгновенно и она страшная закончил автомеханический факультет получил диплом специалиста автомеханика никогда автомеханика мне работал я имею ввиду по инженером зато потом мне пришло в голову что хорошо вы получите экономическое образование я закончил университет и получил диплом экономиста будучи достаточно молодым евреем которым не очень давали делать карьеру и не будучи членом партии я дошел до должности заместителя генерального директора крупного станкостроительного завода мне было 27 лет я был зам зам директора по внешнеэкономическим вопросом и мне эта работа ужасно не нравилось поэтому когда у меня представилась возможность опять поменять мою жизнь и перейти в медицину я это сделал организовал первую на северном кавказе клинику нетрадиционной медицины мы занимались диагностикой лечением использовали то что сейчас не совсем любят а в то время это было достаточно интересно я не помню какой-то был год мне было 23 года я только практически пришел после армии меня серьезно очень сильно заболела правая нога и меня когда начали обследовать решили что у меня саркома кости был там такой врач по фамилии лизаров брат лизарова знаменитого который забрел аппарат лизарова он заведовал хирургическим отделением который мне сказал ну сынок тебе надо отрезать ногу потому что иначе мы тебя спасти не можем ну нашелся другой врач который тоже там же рядом работал в другой клинике который сказал мне слушай ничего там у нет но там у тебя очень серьезные воспаления придется тебе полностью там вскрывать все бедро вырезать кусок кости и там мы может быть удается удастся спасти ногу ну ногу спасли я год походил на костылях потом начал бегать а потом у меня появился китаец которого звали русским именем юра который тоже помогал мне подниматься на ноги который сказал мне слушаю тебя есть в принципе какие-то способности давай мы тебя обучим акупунктуре моменту переезда это был восемьдесят девятый девяностые годы если бы я сейчас зарабатывал в евро столько сколько я тогда зарабатывал в рублях я чувствовал бы себя счастливым я зарабатывал очень хорошо я напомню что у меня была частная клиника я у меня не было никаких проблем финансовых именно потому что еврей были определенные проблемы скажу непопулярную вещь но был очень сильный антисемитизм на северном кавказе в том месте где я проживал буквально под окнами дома где мы жили готовился погром и в общем то я уже там думал что надо будет защищать семью понял что надо куда-то уезжать потому что могут быть проблемы поступило предложение в это время из одного из института в берлине заняться изучением у специальных возможностей мозга скажем так для изучения языков я принял это приглашение поехал туда а к тому времени когда я приехал тот институт оказался это был институт на территории гдр а гдр в это время разрушилась и оказалось что я приехал туда где у меня уже нет ни работы ничего а дома я все уже сломал я изучал немецкие в школе иск изучал немецкие в университете в институте считал что он у меня есть хотя у меня его конечно же не было но меня определили в группу тех кто знает и направили в один из институтов который находился под берлином это был бывший институт гдр как раз тот куда меня в свое время приглашали на работу в гдр вское время там готовили я так понимаю специалистов по различным контрразведывательными разведывательным операциям это закрытая территория на которой находились определенные корпуса я получил свою комнату такая маленькая келья в которой находилась одна кровать и один громкоговоритель который я не мог выключить без двадцати шесть утра громкоговоритель включался и немецкие на немецком языке там говорили ахтунх ахтунх и дальше шла немецкая речь мы в половину седьмого заходили учиться в различные там классы там были преподаватели чистые немцы никто из них ни слова не знал подруг на русском языке занимались мы обычно час у нас был занятий потом после этого нам в нас выпускали на такую свободную территорию там стояли специальные бильярдные столы на которых было можно было играть только специальный вид бильярда я уже не помню как это назывался который считается что он влияет на те участки коры головного мозга которые отвечают за развитие речи мы играли в этот бильярд потом заводили в лингофонные кабинеты мы надевали на себя наушники с нами нам что-то говорили в эти наушники где-то через семь-восемь минут без предупреждений тушился свет и дальше в течение приблизительно 50 минут в полной темноте мы сидели в этих наушниках слушая какую-то нам совершенно непонятную речь после обеда у нас опять были игры бильярд прочие все эти дела потом у нас был ужин занятия самостоятельно потом восемь часов нам нужно было идти в койку но мне как бывшему солдату это было абсолютно нормально я к этому относился нормально 8 мы ложили в коечку в пол девятого включался громкоговоритель и трендел потом на немецком языке пока мы не засыпали я через месяц заговорил я по сей день говорю с акцентом с ошибками но это мой родной язык я читаю на нем лекции я на нем думаю то есть он он не мой родной естественно но я имею ввиду что он настолько в меня вот благодаря этому обучению вошел что у меня совершенно как бы моя ментальность вот она разделена на две части я могу спокойно жить немцем могу спокойно жить русским я кстати первый из всей этой группы получил работу в германии я не успел выйти из этого института как мне предложили работать переводчиком мне предложили работать переводчиком в одном из районного магистрата берлина и я почти два года работал переводчиком это был единственный момент когда я работал не самостоятельно когда меня взяли на работу и платили зарплату кстати по тем временам это было просто для меня это были деньги гигантские дай бог памяти у меня по моему была зарплата порядка четырех тысяч марок по тем временам это были очень большие деньги в общем то удалось немножко так привести себя в порядок а поскольку я приехал на старых жигулях еще у меня еще были жигули и было дешевле продать эту машину но мы продали за целых 800 марок которых конечно долго не проживешь но все равно это было приятное ощущение что не пропало даром я создал первый в берлине союз помощи нашим соотечественникам который как раз оказывал им психологическую помощь и в берлине знают очень многие практически вся сегодняшняя берлинская диаспора это я люблю говорить это все те что прошли через мои руки это был единственный момент когда я работал в коллективе я не родни человек коллектива я не могу и не люблю работать в коллективе меня раздражает когда мне кому-то нужно что-то объяснять я люблю работать сам я быстро сделаю а когда передо мной сидит там пять человек хорошие люди ко мне хорошо относятся но когда я начинаю говорить я понимаю что они до конца не понимают а еще хуже они делают вид что понимают а делают не то что я хочу то у меня наступает чувство глубокого неудовлетворения и тогда я я несмотря на все свое внешнюю внешнее спокойствие я очень вспыльчив начиная с 94 года с 95 года пожалуй я только в одиночку работаю стараюсь избегать каких-либо коллективных работ многократно было это особенно в первое время было ощущение что была сделана глубокая ошибка что надо возвращаться потому что непонятно как ведь социальный статус упал в разы первые годы это очень тяжело ты понимаешь у тебя а со немцы они ведь очень консервативны и как только они слышат раз услышали какой-то акцент они понимают что ты чужак и начинают на тебя оглядываться и как-то смотреть у тебя все время возникает ощущение что на тебя не как не так смотрят это психологически очень очень сложный момент дочке исполнилось 11 лет когда мы приехали и у нас были хорошие знакомые соседи немцы которые сказали у них было трое детей они гос слушайте давайте чтобы чтобы ваша девочка могла научиться языку мы будем брать к себе вот на неделю на неделю будет жить у нас на выходные возвращаться к вам вы нам будете платить за еду а все остальное там не надо она с нашими детьми будет вместе там школу ходить все это но мы пошли на этот эксперимент два месяца наша дочка там жила ни слова не изучила по ней на немецком языке потом она вернулась домой и буквально через неделю мы пошли куда-то гулять и вдруг я вижу она обращается какому-то прохожему там что-то нужно было купить она на чистом немецком языке с ним говорит и потом и когда вернулись домой говорю а почему что нам-то ничего не говорила она говорит а я хотел чтобы вы поняли как плохо мне было в русской ментальности не ментальности вообще в русской меня раздражает необязательность вот ужасно я в этом плане чистый немец если я сказал что я приду какое-то время я прихожу в это время если я сказал что я что-то сделаю то я обязательно сделаю если я не могу сделать то я тысячу раз скажу о том что не получается попрошу перенести вот В русской ментальности меня ужасно раздражает вот это, ну не сделал и все, и не позвонил, и не сказал, и не ответил. А у немцев другое, неискренность в плане личных взаимоотношений, то есть я могу с кем-то быть в очень хороших отношениях, но как только у нас возникнут какие-то гешефтные дела, и ему, допустим, он поймет, что я где-то что-то мухнул, он тут же выставит мне штрафные санкции, не задумываясь и не думая над тем, что мы же вроде как бы друзья. Он скажет, ну извини, ну при чем тут друзья? Друзья друзьями, а денежки врусь. Вот это очень часто иногда в немцах обижает. Очень похоже. Ментальность, когда говорят, что это разное, совсем не так. Во-первых, немцы пьют больше, чем русские, и глубокое заблуждение считать, что мы, русские, умеем пить много и хорошо. Немцы перебьют любого русского, это первое. Второе, они очень юморные люди, понимают и знают юмор, с ними очень легко. Третье, они в принципе сентиментальны, точно так же, как и мы, они очень сострадательны. Но опять-таки до определенных моментов, когда они видят, что твоя собачка состарилась, они просто ее усыпляют. И они считают, что таким образом они делают собаке добро. То есть они не тянут до последнего. Я всегда любил спорт, я никогда не занимался профессионально, но я занимался в молодости, пока был совсем юным, борьбой и велосипедным спортом. В армии у меня было военное многоборье. А потом, я уже рассказывал, была у меня операция, после которой я резко набрал вес, перестал влазить во все свои пиджаки, морда у меня округлилась, родные мои надо мной смеялись. Ну и в общем я решил, что надо как-то возвращаться. Вспомнил то, как мы занимались, как мы готовились в армии. Я решил начать себя приводить в норму. Я помню, что это было, кстати, в феврале. Я понимал, что надо это продолжать, а потом втянулся. Потом вернул свой вес, и когда я вернул свой вес, и я понял, что я могу нормально выглядеть, что у меня может живот не свисать за мой ремень. Потом я к этому добавил обливание ледяной водой. Это я обожаю по сей день. Когда есть снег, ну не такой, как вот в Москве сейчас, но когда есть другой снег, я люблю ходить босиком по снегу. В питании я ничего не придерживаюсь, то есть я абсолютно никак за этим не слежу. Пить я, если есть возможность, я с удовольствием выпью, не буду говорить, что нет. Больше предпочитаю крепкие напитки в небольших количествах, ну так вот, хорошие, крепкие виски, какой-нибудь с удовольствием, водку с соленым огурцом или бутербродик с красной икрой, прекрасно себя при этом чувствуя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!